В эфире «Итоги» в студии Ян Ермишот. Начали коротко о главных темах выпуска. В Красноярске простились заслуженным тренером, почетным гражданином города и края, героем труда Дмитрием Мендиашвили. Он воспитал олимпийских чемпионов и оказывал огромное влияние на развитие мирового спорта. Что вспоминают об этом легендарном человеке его ученики, друзья и земляки. Летний сезон не за горами. Как в этом году будут работать детские лагеря и за какие путевки можно получить существенный кэшбэк. В микрорайоне Северной ускорили строительство дороги на улице Маты-Залки. Ее с нетерпением ждут родители дошколят. В какие сроки планируют уложиться? В четверг в Красноярске простились с легендарным тренером Дмитрием Мендиашвили. Герой труда, почетный гражданин Красноярского края, воспитавший многих чемпионов. Достаточно назвать имена таких непревзойденных борцов, победителей Олимпиад, как Иван Ерыгин и Буайсар Сайтиев. Человек, который сделал невероятно много для спорта, для края, для людей. Недаром многие называли его учитель и даже отец или дедушка. Каким запомнился Дмитрий Георгиевич своим друзьям, ученикам и землякам. Об этом наш сюжет. Заслуженный работник физической культуры РСФСР, Республик Пива, Нагасин, Куляхин, Якутии и Дагестан. Академик Российской академии образования, профессор, президент генерации спортивной борьбы Красноярского края. Это кадры с 85-летия Дмитрия Миндиашвили. Ведущие уже несколько минут перечисляют звания, должности и награды Дмитрия Георгиевича, а они все не заканчиваются. А зал аплодирует стоя. А начиналось все с шоферской баранки. В 1955-м после демобилизации молодой Дмитрий Миндиашвили переехал в Сибирь. Строил железную дорогу Абакан-Тайшет, Красноярского ГЭСа, коммунальный мост через Енисей. Да так и остался здесь навсегда. Я знал его лично. Они были дружны с моим отцом. И при каждой встрече Дмитрий Георгиевич всегда вспоминал об отце. Вот люди вот от такой особой породы, как он, Александр Николаевич Кузнецов, это действительно символы от Красноярска. Это соль Красноярской земли. Я бы, говоря о Дмитрии Георгиевиче, отметил, знаете, его особую человечность, доброту и мудрость. А поехал в Сибирь Дмитрий Миндиашвили из-за любви. Он сам в этом признавался в многочисленных интервью. Со своей будущей женой Тамарой Михайловной он познакомился в середине 50-х, когда служил в армии. В 56-м поженились и прожили вместе 65 лет. Она действительно красивая, она вон сейчас какая красивая, какая она была, представляете. Ну, красота внешняя, это нормально, но я видел, что она умная, а у нее и красота и внутренняя, и внешняя, так что к ней тянуло, к ней вообще. Через 60 лет. Я без нее, я ни на кого смотреть не мог. Она знает, я всем девчонкам язык показывал, они наверняют. Четверо детей, восемь внуков и три правнучки. Но семья Миндиашвили – это не только родные по крови, но и родные по духу люди. Все ученики Дмитрия Георгиевича называли его своим отцом. Или дедушкой. Дедушкой Мето. Для меня он был не как отец, он был для меня как дедушка, я и называл его дедушкой, как и тысячи его учеников. Для меня большая гордость, что я могу называться его соратником, учеником. Почти все воспитанники Дмитрия Миндиашвили приводили к нему своих невест на смотрины. Наталья Ярыгина говорит, что забыть такую встречу невозможно. Он же приходил к моим родителям сватать меня с Иваном. Сначала он, ну что, я в школе училась, у него шок был. Он, конечно, как он потом говорил, испугался, что Иван уедет ко мне в Башкирию, что вдруг за мной. Но когда уже понял, что я еду, он переживал. Но пришлось ему роль свата выполнять. И он раз пошел сватать меня, я думаю, значит, поддержал. Все, кто знал Дмитрия Георгиевича, отмечают одну особенность. Он всегда встречал людей с улыбкой и открытой душой. Умел и веселиться, и шутить. Когда он вот возле спортивного зала, это отрыв. А когда он сидит на лавочке возле гостиницы и разговаривает, то тут уже вот до ушей хоть завязочки пришли. Потому что всегда веселый, всегда какие-то истории, всегда какие-то такие, не колючие, даже без попытки обидеть шутки. Во-первых, он петь любил. Он пел как русские, так и грузинские песни. Даже вот не так давно, буквально год-два назад, он еще пел микрофон. Интересная личность. Интереснейшая, конечно. Дмитрий Георгиевич никому не отказывал, если к ним обращались за советом или помощью. В своем родном селе в Грузии помог в 80-е провести газ и телефон. Республика гордится им не меньше, чем край. Многие из тех, кто не имеют отношения к борьбе, тем не менее, называют Мендиашвили своим учителем. Первые дни мои, как я пришел работать в министерство, я, Дмитрий Георгиевич, из кабинета, знаете, наверное, через день к нему ходил, всегда за советом. За советом по работе, за советом по жизни, за человеческим мудрым советом. Оставник учителя, это человек, который просто учил правильно жить, тренировать, делать из спорта как раз средства воспитания человека. Вот он, один из главных принципов Дмитрия Мендиашвили. Чтобы добиться успеха, надо быть не просто тренером, а воспитателем, учителем и другом для спортсменов. И он доказал это не раз, воспитав чемпионов мира и победителей Олимпийских игр. Свои первые тренировки Дмитрий Мендиашвили провел в 58-м году. 11 раз принимал участие в Олимпиадах как тренер сборной страны. Дмитрий Мендиашвили – автор двух энциклопедий, шести книг и многих методических пособий. В 70-х дважды признавался лучшим тренером Советского Союза, а в 2000-м – лучшим тренером России 20-го века. Мне всегда говорил Виктор, научиться борьбы за всю жизнь невозможно. Вот он создал там, допустим, 500 приемов и контрприемов, написал книгу об этом. И вот это то, что я сделал, это столько, говорит, мало в жизни. Поэтому вот сколько бы ни жили, всегда будем учиться этому. Вот эти правила я почему и стал тренером, потому что рядом с таким, с такой глыбой невозможно было не стать тренером. Некоторые бывают год тренируют тебя, а он может зайти в зал один день, короче, потренировать и просто-просто наставление дать. Вот это его наставление настолько это мотивировало, что ты окрелялся и выходил, боролся уже по-другому. До самых своих последних минут Дмитрий Мендиашвили оставался приданным своему главному делу жизни. По словам врачей, когда он пришел, ненадолго сознание в реанимации, первой фразой, по сути, последней было его «Как там турнир?» Настолько он беспокоился. Приедут люди, не приедут. Как будет проходить турнир без него? Год назад за выдающиеся заслуги Дмитрий Георгиевич был удостоен звания Герой труда России. Тогда же он дал интервью нашей телекомпании. Как оказалось, это было его последнее большое интервью. В ответ на вопрос, что самое главное в жизни, Дмитрий Георгиевич ответил. Главное, надо любить людей. Вся жизнь основана на доброте и на любви человека. Вот так. Дмитрий Миндяшвили был похоронен на аллее славы кладбища Бодолык. Светлая память великому тренеру и наши самые глубокие соболезнования родным и близким Дмитрия Георгиевича. К другим темам. Все дети войны получат первые выплаты из краевого бюджета уже в конце июня. Соответствующий документ в четверг приняли депутаты на сессии законодательного собрания. Это по сути все, что нужно для того, чтобы ежемесячно начать выдавать людям деньги. Эти выплаты будут получать почти 100 тысяч жителей региона, чье детство пришлось на годы войны, кому на 3 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет. Я напомню, что до принятия нового закона выплату получают только те жители края, чьи родители погибли на фронтах Великой Отечественной. И то только в том случае, если сохранились подтверждающие документы. Теперь по инициативе губернатора Александра Уса материальная помощь положена всем детям войны без исключения. Мы шли к этому закону несколькими такими важными шагами. Изначально была поддержка определена для граждан, которые родились до 3 сентября 1945 года и потеряли своих родителей как защитников Отечества. Затем мы определяли статус ребенка войны, детей войны. И вот сейчас мы подошли к тому, чтобы люди из этой категории уже безотносительно каких-либо дополнительных условий, просто по факту рождения, стали получать социальную поддержку из кровавого бюджета. Вклад детей войны особый был. Они сильно пострадали во всех отношениях. И морально, и будем говорить физически и так далее. И вот на сегодняшний день свершилось. Поэтому, значит, за сам закон очень нужен. И для, значит, восторжествовала справедливость вот этой категории людей. И на сегодняшний день очень много звонков благодарят. Спасибо, что наконец-то нас, значит, увидели, услышали, заметили и так далее. Поэтому этот закон просто необходим. И хорошая новость для предпринимателей. В Крае приняли четвертый пакет мер поддержки бизнеса. Его главная задача – снизить налоговую нагрузку. Как говорят эксперты, эти документы должны помочь компаниям восстановиться после потери за пандемию. Первым законом снижены налоговые ставки для некоторых видов бизнеса. Прежде всего для тех, кто сильнее всего пострадал от ограничений. Туризм, общепита и сферы развлечений, спорта и отдыха. Кстати, для торговли и общепита принят второй закон, с помощью которого некоторые предприятия этих сфер смогут снизить стоимость патента на 30, а то и на 50%. Мало того, оба закона имеют обратную силу. Налоги, выплаченные в первом квартале по старым ставкам, пересчитают по новым, а остатки уйдут в счет будущих выплат. По подсчетам краевого правительства, такими льготами смогут воспользоваться более 15 тысяч предпринимателей. Сейчас мы можем позволить себе более точечно принимать решение, потому что большая часть ограничений снята, но часть отраслей пострадали максимально серьезно и не восстановились до сих пор. По результатам консультации и с бизнес-сообществом, и с бизнес-объединениями, с экспертами, с депутатским корпусом, вообще эта работа заняла практически три месяца. Мы сформировали предложение, губернатор дал соответствующее поручение, такого рода пакет мер внести в законодательное собрание, и мы это сделали. Ну, стоимость, если можно так говорить, если уместно говорить о стоимости этой поддержки, от 700 миллионов до миллиарда 200, если по большому кругу смотреть, для этих категорий предпринимателей. А далее выпуски. Где в Красноярске построят дорогу, которую так ждут родители дошколят, и какова ситуация с паводками в крае? Об этом после небольшой паузы. Возвращаемся к итогам. Строительство дороги к новому детскому саду в Красноярском микроороне Северный ускорит, и к началу июля там будут нормальные подъездные пути. Напомню, садик сдали в начале года, а детей приняли уже в апреле. Однако все это время родители жаловались, что возить малышей по ямам и колдобинам просто невыносимо. Да и пешком там не пройти. Нет ни асфальта, ни тротуара. Одна из мам прислала видеообращение в нашу программу интервью «Ус на связи» и рассказала о проблеме губернатору. Давайте посмотрим фрагмент эфира. Вопрос от жительницы Красноярска на этот раз. Он касается строительства дороги рядом с детским садиком с новым. Давайте послушаем. Добрый день. Меня зовут Тускова Олеся Геннадьевна. Мой ребенок посещает детский садик номер 26, который недавно построили. Детский садик большой, красивый, светлый. За это большое спасибо. Но есть одна проблема. Отсутствие дороги по улице Маппи-Залки к детскому саду. В непогоду без резиновых сапог очень тяжело пройти к детскому саду. Скажите, будет ли решаться вопрос? Глава региона тогда пообещал, что приедет на место лично и разберется в ситуации. На днях Александр Ус посетил этот садик, встретился жительницей и пообщался с подрядчиком, который строит дорогу. Вот как это было. Время между началом работы и окончанием сжимать. А тут три бордюра выкопаем, сделаем непроезжую дорогу, а потом растягиваем это удовольствие. Поэтому сейчас поговорим. Брала ребенка на руки и проходила. По грязи шла. Потому что к детскому садику, мне кажется, это должна быть проделанная дорога. Должно быть удобство. Работы после моего обращения начались очень активно. За это отдельное я хочу сказать спасибо от себя и от родителей, ребятишек. Подрядчик объяснил главе региона, что оборудовать дорогу зимой не было возможности. Путь они на время отсыпали гравием, а после технологического перерыва рабочие снова зашли на объект. Руководитель участка заверил губернатора, что работы завершат в срок. Через месяц здесь появится четырехполосная дорога, несколько автобусных остановок, пешеходные дорожки, а вдоль проезжей части организуют живую изгородь из крупномерных деревьев. Ну, 1 июля, мне будет. Второй раз я не приеду, Лесьянович. Вы звоните, если что, ладно? Как вас зовут? Закар. Закар, молодец. Напомню, что любой житель края может обратиться с вопросом к губернатору, и мы зададим его в эфире. На ваше сообщение глава региона отвечает каждые две недели в программе интервью УСНО-связи. Она выходит на телеканале Ениси по четвергам после вечернего выпуска новостей. Следите за нашими анонсами. Обращение к главе региона мы принимаем по электронной почте, в том числе и в видеоформате. Адрес вопроссобака.енесей.тв. Присылать вопросы можно в любое удобное для вас время. К другим событиям. Паводки продолжаются. К концу недели часть набережной в Краснодарске оказалась затопленной. Уровень воды в Енисее, например, в пятницу поднялся на 10 сантиметров. Вода залила нижний участок левобережной набережной. Около Вантова моста и музейного центра. Эту территорию перекрыли. Горожан просят не заходить за ограждением. Сейчас идет третий этап паводка на территории края. Приток воды в Енисейском каскаде повышен. Поэтому с пятницы Красноярская ГЭС увеличила сбросы до 6000 кубометров в секунду. Но тем не менее, по словам специалистов, при таких объемах сброса воды, подтоплений домов или каких-либо других объектов быть не должно. Нами было принято решение для оперативного наблюдения за обстановкой в территории, в границах города Красноярска установить свой водомерный пост, свою водомерную линейку. При данном уровне угрозы подтопления социальных объектов нет, жилого массива также нет. Ситуация находится на контроле. Осложнилась ситуация с поводками и на юге края. Сильные дожди ее только усугубляют. В Кураганском районе сейчас есть реальная угроза подтопления деревни Усть-Шуш. Река Туба подмыла местную дамбу. Вода в нескольких местах уже переливается через берег. Вот на этом месте обычно видны опоры моста. В обычные дни они возвышаются метра на три. А теперь полностью скрыты под водой. Потоплены дороги. Пять сел отрезаны от сообщения с районным центром. Но, например, в поселке Усть-Шуш паники нет. Жители запаслись лодками и уже приготовились к эвакуации своих хозяйств. Поднялась на самый уровень вода. Дамба разрушилась вся и уже текет через поверхность. Готовимся, надеемся, что пронесется. Уже и скота, скота уже на гору подготавливаем. И так кого комбикорм подняли наверх, все вещи наверх подняли. А в Шушенском районе из-за потопов пришлось объявлять режим ЧС. В воде больше двухсот дачных участков. Люди говорят, в этом году их затопило буквально за сутки. Не успели спасти ни лопаты, ни грабли. Некоторые просто устали каждый год бороться со стихией. Огромная площадь заповедных лесов также в водном плену. Сейчас ситуация стабилизировалась. Уровень воды не растет. Вот только что делать дальше не знают ни дачники, ни чиновники администрации. Непонятно, кто прав, кто виноват, а страдаем-то мы дачники. Вот сейчас все посадили, все залили. Кто нам опять этот убытки? В этом году даже ничего не успели вывезти. Вот приходится выносить на руках. Сантиметров на 30, на 40 вода выше, чем в прошлом году. Мы купили новую дачу повыше. И вот будем эвакуировать постепенно. Но это придется бросать. Из-за того, что система растительных каналов еще в советское время была создана, она работала, и, конечно, часть воды по ним уходила, и, соответственно, осушалась вся эта территория. Будем смотреть, либо отводить эту воду в те каналы, которые у нас идут и дальше идет в исток, ну, либо уже что-то предпринимать. Власти, в свою очередь, говорят, нужны колоссальные денежные вложения и самостоятельно району ни финансово, ни физически такой объем работ не выполнить. Пока остается лишь вводить стихию в район истока и реку Шуш. А теперь о культуре. На этой неделе в крае завершился первый международный фестиваль знаменитого на весь мир музыканта, народного артиста СССР Юрия Башмета. Он играл в самых престижных залах мира. А здесь Юрий Башмет выступил не только в Красноярске, например, в Железногорске и даже в Норильске. Подробнее об этом фестивале расскажет на следующей неделе программа «Наша культура». А нам удалось взять эксклюзивное интервью у маэстро. Вот небольшой фрагмент. Как мальчику со скрипкой выжить в уличных условиях? Я, в отличие от моих уличных друзей, был чемпионом по метанию ножей. Мы все метали ножи в дерево, значит, рубль 20 стоил ножичек. Помню такое, да. Потом я умел задним ходом на велосипеде ездить, а они нет. А я научился. То есть это спиной крутишь педаль, сидишь на руле и крутишь назад педаль. Ну, то есть вы были крутой. По улице я был вполне не только свой, а таким лидером. То есть поэтому мы, в общем, такими выросли закаленными. Все равно это вопрос судьбы. Вы сейчас будете смеяться. Мне, например, очень помог в моей карьере. Вот говорят, а как вообще сделать карьеру? Я не знаю как. Это судьба, это стечение каких-то обстоятельств. Но мне, например, помог Владимир Ильич Ленин. Интервью с Юрием Башметом смотрите 1 июня на Енисея в 19.00. А далее в выпуске. Летний детский отдых в этом году будет с ограничениями, но все же будет. Подробности, в том числе и о том, как получить кэшбэк, расскажем после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Возвращаемся к итогам. Без отдыха в этом году наши дети не останутся. Хоть и с серьезными ограничениями, меры безопасности усилены по всем фронтам. Но на следующей неделе заработают пришкольные площадки и загородные лагеря, за исключением палаточных. От каких развлечений пришлось отказаться? Кошкольники будут общаться с родителями? И когда можно будет вернуть половину стоимости путевки своего ребенка? Выясняла Татьяна Потанина. Вот в таких комнатах у нас будут жить детки. В этом сезоне, пока мы с 70% наполняемостью, у нас детки будут проживать только на первых этажах. Вторые этажи двухъярусных кроватей будут не задействованы. Воспитатели ждут начала первой смены, наверное, не меньше, чем дети. Они тоже соскучились по утренним зарядкам, веселым концертам и отрядным огонькам. Прошлое лето все провели в частичной изоляции, а лагеря не работали. И вот новый сезон стартует 1 июня. Это наша столовая. Здесь детки будут завтракать, обедать, ужинать, полникать и поужинать. Раньше у нас дети сидели по 5-6 человек за столиками. Теперь у нас будет расстановка по 4 в связи с тем, что у нас наполняемость 75%. Еще из новых правил родителям вход на территорию лагеря будет категорически закрыт. Но общаться с детьми мамы и папы смогут по телефону. Мы разработали много всяких интересных штук. То есть у нас будут видеоконференции в Зуме. Мы будем делать отдельно для малышей на большом экране встречи с родителями в онлайн-пространстве. Я думаю, что за полтора года к нему уже все привыкли. В каждом корпусе развешаны рециркуляторы, обеззараживатели воздуха. В санузлах и в коридорах висят диспенсеры для антисептика, чтобы детишки могли при заходе в помещение обработать руки. Детям разрешат ходить без маски всегда и никаких дополнительных справок и анализов не потребуют. К педагогам требования строже. Лицевые повязки в помещении обязательны, на улице можно без них. В этом году система будет работать, я условно сравниваю, как на подводной лодке, конечно. Заехали и ребятишки, и весь персонал будут находиться полностью, весь сезон здесь. Причем мы сейчас выделяем дополнительные средства для того, чтобы персонал весь прошел, соответственно, все тесты сдали, для того, чтобы здесь обеспечить полностью стерильную зону. В этом году серьезно усилили меры безопасности по периметру камеры, на входе профессиональная охрана и тревожная кнопка. Не менее жесткие требования к организации работы при школьных площадках. Подготовка работников у нас также в соблюдении масочного режима. За три дня до открытия лагеря мы сдаем анализ на ковид. Да, раньше лагерь как бы славился тем, что были массовые мероприятия, дискотеки, праздники. Сейчас, конечно, нет, поэтому программа насыщена именно внутриотрядными мероприятиями. При этом выезды в кино, например, тоже официально запрещены. Только организованные пешие прогулки до ближайшего парка или музея. Приглашенных педагогов с мастер-классами или занятиями тоже в программе нет. Но воспитатели уверяют, дети не заскучают. Большую часть мероприятий мы, конечно же, планируем проводить на улице, как летний период. И здесь будет и у нас лаборатория ГТО, когда дети поймут, познакомятся, что такое ГТО, попробуют свои силы сдачи нормативов. Лаборатория игровая, то есть где дворовые игры. Всего в крае летом будет работать почти 800 площадок детского отдыха. Из них 54 – это загородные лагеря. К слову, пока только несколько из них подключились к программе так называемого детского туристического кэшбэка. Напомню, президент Владимир Путин поручил возвращать родителям 50% стоимости путевок в летние лагеря. В Краевом агентстве по туризму объясняют – проект новый, механизм дорабатывают. В этот же день мы с нашими краевыми лагерями и с нашими краевыми туроператорами стали это прорабатывать. Там действительно такая система не очень простая с точки зрения аккредитации, получения всех разрешающих документов. Но я точно понимаю, что если на федеральном уровне такие решения были приняты, сейчас вопрос техники. Вопрос о том, как организовать этот процесс, как будет проходить процесс получения этого кэшбэка. Я думаю, что 15 июня, тот срок, который обозначили для решения всех технических вопросов, в этот срок будут решены все нюансы. Но некоторые уже придумали свой вполне законный вариант, как компенсировать затраты за уже оплаченный отдых своих детей. Родители сдают купленную путевку и тут же покупают новую по всем правилам. Кстати, к вопросу о кэшбэке за детский отдых. Это волнует многих родителей. Программа заработала с 25 мая. Пока известно, что она будет действовать по 15 сентября. Пришкольные и палаточные лагеря в ней не участвуют, только загородные. Те, кто покупает путевки для детей, сейчас могут это сделать через сайт мирпутешествий.рф. Там указаны все лагеря, которые принимают участие в программе. Оплатить путевки нужно картой МИР. В общем, все работает как стандартный кэшбэк. Это первый вариант. Есть еще два, которые касаются тех, кто приобретал путевки до 25 мая. Вот что нам рассказала в интервью министр образования края Светлана Маковская. А второе направление – это для тех родителей, кто уже приобрели путевки. Значит, эти родители должны зарегистрироваться с 15 июня на сайте госуслуг. Там будет специальный раздел. Все это отрабатывается пока. Все это устоится. Будет, конечно, решение, я думаю, положительное. И по тем, кто приобретал, например, не по карте МИР. А третье – это когда, например, уже к нам поступают звонки, что родители переходят на сайт МИР путешествий, и там не обнаруживают то оздоровительное учреждение, в которое они хотели бы приобрести путевку, либо приобрели путевку. Там будет третий механизм возврата хэшбэка. Он тоже сейчас в настоящее время разрабатывается. Но вся программа, как я уже подчеркнула, будет работать до 15 сентября. Поэтому нужно набраться терпения, не волноваться. Я думаю, что все вопросы, которые будут какие-то проблемные, они будут различены, потому что только начинается эта программа. Еще раз подчеркну. Кто из купивших путевки детям до 25 мая сможет вернуть часть денег, и каков механизм возврата сейчас решают на уровне Федерации? Как сказала Светлана Маковская, надо немного подождать. Полную версию интервью с министром образования края смотрите завтра в понедельник на Енисеев в 19.00. Будем более подробно говорить о кэшбэке и вообще о детском отдыхе в этом году, об ограничениях на выпускных и многом другом. На этом у меня все. С вами был Ян Ермешов. Всего доброго. До встречи через неделю.